Что поражает вас в прыжках Сергея Бубки? Что меня поражает? Да вы знаете, наверное, ничего. Я когда узнал, что он прыгал на 6 метров, значит, и как-то было интересно посмотреть, как может человек вообще прыгать на такую высоту, 6 метров это очень много для меня. Я человек некомпетентный в этом деле, поэтому мне сложно говорить на эту тему. Но 6 метров для моего представления это какая-то огромная высота. И говорят, что это нормальный человек, просто который ходит ногами по земле, вдруг прыгает на высоту 6 метров. Я включил телевизор и ожидал, что сейчас вижу человека напряженного, с каким-то непонятным лицом, который разбегает с этим 6-м, прыгает за 6 в экстазе. И вдруг я увидел нормального, красивого человека, который бежал. И как будто бы просто для него это было не 6 метров, а не знаю, там 20 сантиметров. Он попрыгнул, перепрыгнул. Это было замечательно. Вот это похоже на нашу профессию, на актерскую. Что иногда зритель, он не должен видеть тот пот, тот труд. Они не должны знать, что мы 2 года репетируем спектакль. Я должен выйти на сцену, я должен видеть, как легко, вроде бы, это дается. Вот, наверное, это нас и роднит. Может, не знаю. Я вам должен сказать, что ведь лучшего спортсмена года сейчас в ситуации, когда спорт занял такое большое место в нашей жизни, выбирает не только потому, что Бубка достиг выдающегося результата, прыгнул в прыжках в 6-м 6 метров, а потому что он, помимо чисто спортивных результатов, является личностью, которую все заметили, что это личность. В чем это проявляется, если говорить о нем? Ну, с моей точки зрения, вообще, плохой человек высоко прыгать не может. Вы разрыв большой не делаете. По одной дорожке мы втягкой делаем. Ну, хорошо. Сергей, только можно еще таз подставить чуть-чуть поближе вперед. Еще раз. Еще один подход. О, это уже на флот. Хорошо, Сергей. Голову сильно не отбрасывай. А вот этого движения пробивать стойку не нужно. Старайся больше висеть. Неплохо, нормально. Я здесь снаряды вам сломаю. Вася, ничего не будет, да? Вася, пошел, пошел. В чем феномен Сергея Бубки? Так, сразу не скажешь, но основное, можно так сказать, это, может быть, умное тело спортсмена. Умное тело – это то, что, вот помню, когда начинал с ним работать, показываешь движение, он выполняет правильно. Много не нужно было говорить, показал, он сразу это приносит как бы в картину движения. То есть уже можно просмотреть, что это будет на будущее, что это сегодня, как он переключается с одного движения на другое. Когда он уже стал спортсменом высокого класса, он уже где-то прыгал 5-40, был победителем многих юношеских и юниорских соревнований. И вот, наблюдая за его разбегом, мне что-то не понравилось. Вот мне понравилось то, что он не может себя реализовать в этом разбеге. И после двух дней тщательного просмотра его бега по видеозаписи так просто, я сказал, Сережа, так бежать нельзя. Выброс, забудь, что ты так бегал, что ты так прыгал. Вот тебе нужно бежать так, так и так. Это была утренняя тренировка. И вот на этой же утренней тренировке он пробегает разбег. Так, ну, задал тренер задание. Раз, два, три, четыре. Я говорю, это оно, уходи. Вечером жду тебя. Через четыре часа он приходит на тренировку и делает прыжки. Делает прыжки вот именно в этом разбеге, в том, что он обучился. Прыгает так, как будто всю жизнь он прыгал именно с этого разбега. И вот то, что вы видите, это плод того однодневного занятия. Они въехали в 79-м году, в июне месяце. Сереже было всего-навсего 15 лет. Я думаю, что каждый родитель бы в таком возрасте боялся отпустить. Один раз приходит Сережа и говорит, что мама, я буду уезжать. Я говорю, куда? В Донецк. Как ты, говорю, будешь уезжать? Говорю, а я с кем останусь? А он говорит, мама, ну, мне и тебя жалко, и Виталия Афанасьевича жалко. А я говорю, а что, другой будет тренер в тебе в Ворошилово-Городе. Он говорит, нет. Я только уеду с Виталием Афанасьевичем. Очень переживал, очень волновался. Ночами не спал. Хотел только въехать с Виталием Афанасьевичем. Я подумала, подумала, жалко мне его стало. И я его отпустила. Когда пояс уже начинал трогаться, Сережа встал в окно так смотреть. Я говорю, сыночек, повернись ко мне. Он не повернулся, потому что ему очень было жалко меня, что я здесь остаюсь одна. Ну, мне спорт многому научил, конечно. Много дал в жизни. Ну, много дал он мне очень самостоятельности, потому что это, если так вспомнить, в 15 лет все-таки уехал от родителей. Уже здесь нужно было самому и учиться. Никто тебе здесь не подгонял. Все-таки я заканчивал 9-10 класс уже самостоятельно. И на тренировках, конечно, когда и тренер бывал, и со старшими ребятами уезжал, и оставлял план. Нужно было все-таки, как где-то мои там товарищи, посачковать находили время. А тут нужно было уже и понимать, для чего ты тренируешься, какую-то цель перед собой поставил. Как-то это проявилось в 15 лет. Для меня это было одно из самых главных, наверное, в жизни. Добиться какой-то цели в спорте. Поэтому, я думаю, самостоятельность очень важна. И вот даже сейчас, когда выступаешь уже на таком уровне, часто приходится выступать без тренера на различных соревнованиях. Когда негде ждать помощи, нужно и осознать, как ты правильно сделал прыжок, какие ошибки допустил. И найти правильный выход. Потому что никто тебе не поможет. Сам ты, получается, хозяин в секторе. Если говорить о Бубке, как о члене сборной команды Советского Союза, как о человеке, который занимает свое место в сборной, то, прежде всего, мне Бубка симпатичен вообще. Не только как прыгун, который достиг таких выдающихся результатов, но и просто как личность, как человек. Потому что, если попытаться найти какое-то главное качество Бубки, как человек, как личности, то, наверное, можно было бы сказать, что прежде всего он очень надежен. Я имею в виду не только его спортивные качества, но и человеческие качества. И, конечно, какая-то внутренняя очень сильная целеустремленность его, которая проявляется во всех аспектах, так сказать, его жизни, его отношения, так сказать, к людям, к тому, что он делает. Отношение ребят к нему очень хорошее. Вот недавно они вернулись из Соединенных Штатов Америки, и я разговаривал с Поварницыным. Для Поварницына это была первая поездка, в принципе, за рубеж, и само по себе соревнования в Соединенных Штатах очень сложное. Ну, и я спросил, как вообще была обстановка, как вокруг. И он с такой какой-то большой теплотой и говорил о Сереже, который помогал ему в этой сложной ситуации сориентироваться, как человек, на которого можно было опереться. Продолжение следует...